Как находится и можно будет посмотреть поподробнее. На первом этаже у нас сувениры, магниты, там всякие тапочки, кепочки. Я думаю, вы там разберетесь самостоятельно, да? Здесь консультация мне не нужна. По оплате. Все, что мы берем, то есть наше двухэтажное здание на первом этаже. Касса слева и под нами справа. На втором этаже, если потребуется, корзиночки у нас есть. По косметике есть девушка Марина, расскажет, покажет подробнее. Давайте, чтобы вы понимали по месторасположению. Первый большой стеллажик возле стеночки. Все по ходу за волосами. Маски, шампуни, кондиционеры. Первый маленький стеллажик, все один лица. Второй, все один руки тела, вверху у нас тестер есть. Здесь у нас кокосовое масло, не только разные варианты. И сзади него аж 5 стеллажей масло какао. По маслу какао немножко поподробнее. В чем его плюс? То есть, как любое масло, питает и увлажняет кожу. Главное преимущество способствует регенерации. То есть, хорошо заживляет. Солнечные ожоги, микротрещины, микроцарапины. Допустим, укусы комаров, как пример, очень хорошо заживляет. То есть, богато микроэлементами и антиоксидантами. Идемте дальше. Теперь по маммахуане. Марихуана это другая вещь. Ребят, маммахуана. Традиционный доминиканский напиток. Она везде разная. Сейчас объясню почему. Если что-то не запомните, можно будет почитать дома в интернете. Очень много рецептов, очень много информации. То есть, смотрите, она везде разная. Единого рецепта приготовления нет. Классика или условный. Это у нас ром, сухое красное вино и мед. Допустим, 40% рома, 40% вина и 20% меда. 5-7 дней постояло, да? Неделю постояло, попробовали. Нравится по вкусу, можно пить. Если нет, пару дней достаиваем и потом пьем. Для чего она пьется? Хорошо укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение. Как бы и самая главная легенда. Слышали о диафрозеях, да? Хорошо. То есть, улучшает кровообращение на везде. Как бы у доминиканцев семьи большие, благодаря Танимамуану. По настаиванию. Такую бутылку можно настаивать 2-3 года. То есть, более 100 раз. То есть, залили, выпили, залили, выпили. Так больше 100 раз. По алкоголю. То есть, любая бутылка Мамухана внутри с корешками. Это у нас считается как сувенир. Как алкоголь это не считается. Как алкоголь считается вот такой вот ликер. Готовый, да? Один раз выпили и забыли. Это у нас идет как алкоголь. Как алкоголь это уже не идет. Почему делаю акцент на разнице? Помните, ввоз домой у нас ограничен, да? Не вывоз. Разные вещи. Вывозить можно много. Возить можно 3 литра на совершеннолетнего человека на один паспорт. Теперь по готовности. Ready to drink есть. Ну, здесь может быть там сзади. Ready to drink есть. Готовое можно пить. Ну, что проще было. Вот эта сторона стеллажа у нас все готовое, которое можно сразу употреблять. То есть, там дальше надо будет смотреть, читать. То есть, есть готовое, есть не готовое. Что значит? Сделан первый залив. Назелит просто ром. Его пить можно, но он такой горьковатый будет. Его в основном выливают. Какао-порошок. Какао-порошок у нас внутри весь одинаковый. Разница только упаковка, производитель. Возможно, вес, возможно, цена. Самое главное, это у нас все нерастворимое. Все надо варить. Давайте, наверное, напомню, как варить какао. То есть, молоко вскипело. Ставим на медленный огонь. Бросаем какао-порошок. 3-5 минут варим. Сахар добавляем по вкусу. Горячий шоколад у нас готов. И какао-шарики. Слышали, видели уже? Ну, да. Какао-шарики. Это у нас тоже горячий шоколад. Но за счет того, что там есть масло какао, напиток получается намного насыщеннее, вкуснее и полезнее. Принцип тот же. Все варим, но предварительно такой шарик лучше размельчить, быстрее сварится. Бросить его просто так, будет очень долго растворяться. То есть, можно теркой, блендером. Просто ложкой размельчили, молочко бросаем, варим, сахар добавляем по вкусу. Ну, он будет очень долго растворяться. Шарики двух вариантов. С сахаром и без сахара. По сути, здесь тоже все одинаково. Разница только объем, вес и с сахаром без сахара. Здесь палочка корицы. То есть, красный кружочек. В основном, это sugar-free. Выс-шугар, да? С сахаром. Sugar-free, зеленый кружочек, без сахара. Знаете, что проще было? Последний силажик. Это все сладкое. Перед ним три верхние полки. Это все без сахара. Какой он еще? Здесь как угодно. Допустим, мне сахар нравится, потому что я его кушаю, как конфеты. Шарики. Здесь у нас стеллаж посвящен кулинарии. Кому интересно? Кокосовое масло, которое можно употреблять в пищу. То есть, там массажное, здесь, которое можно употреблять в пищу. Экстракт ванильки черный. Добавляется он в кондитерские изделия. Дает он цвет и аромат. Будет очень насыщенный. То есть, добавляем по чуть-чуть. Много. Ну, то есть, сначала определяем дозировочку, а потом пользуемся. Ванилька белая. Немножко не такая концентрированная. Дается она, используется она чай, кофе, капучино, алкогольные коктейли. Ну, допустим, тот же горячий шоколад. Так же можно. Теперь по времени. У нас 15.50.